Если вы хотите быть в курсе происходящих в Одессе и в Украине событий, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. В ночь с 24 на 25 февраля Российская Федерация наносила удары по Украине дронами «Камикадзе» типа «Шахет-131-136». Всего было запущено 18 ударных беспилотников. Запуски совершались из Приморско-Октарской Российской Федерации и мыс Чауда-Крым. Также поздно вечером 24 февраля была фиксация пусков двух управляемых авиационных ракет Ха-31П, которые были запущены над акваторией Черного моря с двух самолетов Су-35. Эти ракеты специально запускаются для уничтожения систем противовоздушной обороны. На подлете к берегу обе ракеты были уничтожены. Что касаемо запущенных шахедов, в результате воздушного боя, который проходил в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Герсонских областей, было уничтожено 16 из 18 ударных беспилотников. Вчера в Одессе проходила встреча министров иностранных дел Германии и Украины. Украину представлял министр иностранных дел Кулеба, Германию Анна-Лена Бербок. На этой встрече произошел любопытный инцидент, о котором я вам сейчас расскажу. В ходе пресс-конференции министр иностранных дел Украины Кулеба сделал замечание немецкой коллеги о том, что неплохо было бы писать слово Одесса на немецком языке с одной «с», как это пишется на украинском языке. На что Анна-Лена Бербок ответила, что в Германии уже работали над этим вопросом, и если писать «Одесса» с одним «с», как принято в украинском языке, то в немецкой транскрипции оно будет читаться не как «Одесса», а как «Одеза». Поэтому там отказались от этой затеи. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего, берегите себя, дорогие мои, и даст Бог. До новых встреч!